Повестка общая на государственном потоке информации, она редуцировала войну, то есть вообще говоря, войны присутствует немного. Предвыборный год он постарался тоже войну с точки зрения пропагандистской просто убрать максимально. У нас достаточно резко сократилось число людей, кто готов продолжать войну. К этой второй годовщине, к этим выборам мы подошли с полным осознанием, что люди хотят завершения войны. Если вот эту шелуху надо убрать, то оказывается, что территории не нужны, потому что люди в своих ответах зачастую говорят, нам бы со своей территорией справиться. Самая главная задача нашего времени сейчас – это остановить войну. Вы смотрите телеканал «Фридом». Я с Экеной Мурзаев. Это наша программа «Люди доброй воли». Гости этого проекта, где и как могут поддерживают Украину в ее героической борьбе против российской агрессии. И сегодня я представляю нашу гостью исследователя, ученого-социолога Елену Коневу. Елена Конева, российский социолог, родилась в 1959 году в Туле. Политическую психологию изучала в Московском государственном университете. В конце 1980-х была руководителем Московского отделения и заместителем директора Всесоюзного центра изучения общественного мнения. Основатель центра маркетинговых исследований с 2016 года живет на Кипре. После полномасштабного вторжения России в Украину создала независимое социологическое агентство «Экстримскан», которое изучает отношения россиян к войне. Елена, я вас приветствую. Рад вас видеть. Вы один из тех редких и дорогих нам гостей, который уже второй раз участвует в проекте «Люди доброй воли». Надеюсь, не последний. Ваши знания и ваша экспертиза очень для нас ценны. С радостью вас приветствую в эфире. Спасибо большое. Мои знания, моя экспертиза и, самое главное, непрекращающиеся исследования, которые дают всю основу для этого знания. Я с радостью с вами поделюсь. Очень рада сегодня вас видеть. Два года идет полномасштабная война агрессора России против Украины. Ваши исследования во многом касаются отношений россиян к этой войне, к мобилизации, отношения к развитию, к динамике войны. Наверняка у вас есть новые данные. Хотелось бы услышать, как сейчас, спустя два года, те россияне, на которых опирается режим Путина, относятся к войне. Эти два года – это время наших непрерывных исследований. Поэтому эмпирическая база у меня большая. Я тоже не очень люблю вот этих годовщин, потому что это некоторая искусственная отсечка, на которой мы смотрим, что происходит. Но, в общем, уже смирилась, что надо, видимо, действительно фундаментально смотреть раз в год. Теперь уже, как бы сказать, два года. Основное, что происходило. Война в представлении, в сознании, в восприятии россиян проходила разные фазы. Начали мы, естественно, с шока. То есть, вообще, самая главная, основная первая реакция, она была универсальна для всех – это был шок. Шок прошел достаточно быстро. Какие-то страшные ожидания немедленные не оправдались. И уже начались, как бы, разные фазы адаптации, дезадаптации. Вот сейчас, начиная с осени, мы вошли в такую фазу вытеснения. То есть, перед этим, как бы, был долгий, достаточно, ну, относительно войны этого периода, был долгий период погружения в войну. То есть, когда люди осознали, что война будет долго, с одной стороны, она над ними нависает, с другой стороны, к ней надо как-то приспосабливаться. И все начали искать какие-то свои пути приспособления к ней, адаптации каких-то своих планов, переездов, отъездов. Или, если ты остаешься в этой стране, что ты делаешь, чем ты занимаешься, куда ты устраиваешь своих детей. И постепенно мы перешли к такому состоянию, когда война как будто бы не присутствует. То есть, вот вытеснение – это такой, как бы, ну, на самом деле, психоаналитический термин. Когда есть что-то тяжелое, неприятное, но ты просто про это не думаешь. Вытеснение войны имеет в России две природы. Одна, вот, как я сказала, нежелание, чтобы на тебя давила эта тяжелая плита, осознание, что война все равно идет. Другая страна, другой источник этого вытеснения – это как раз отсутствие войны в жизни людей. Для огромной, большой части России, кроме приграничья, ну, война как бы не существует. То есть, вот, те обстрелы, дроны, беспилотники, которые стали появляться на территории России достаточно глубоко, с ними справляются, жертв нет, ну, практически нет никаких жертв человеческих, и поэтому война не присутствует. Увеличилась занятость. Все это связано, конечно, в первую очередь с военно-промышленным комплексом. У нас есть огромная тоже армия людей, мужчин, кто ушел воевать, и, соответственно, как бы и семьи получают очень высокие зарплаты, которые им в обычной жизни, в общем, не снились. Понятно, что выплаты по случаю смерти близкого родственника, отсутствие там нормального полноценного импорта – это происходит только сейчас. И, как говорят наши экономисты, там в ближайший год-два это будет уже как бы ощутимо. Поэтому вот это вытеснение, оно было связано в том числе, сказать, с тем, что государственная пропаганда, в отличие от 22-го года, где была создана целая армия таких Z-телеграм-каналов, вот, все это как бы в том числе и в связи с Пригожинским мятежом было как-то, как бы, как это, немножко прикручено, да. И, вообще говоря, повестка общая на государственном потоке информации, она редуцировала войну. То есть, вообще говоря, войны присутствует немного. Ну, поскольку это... Это фоновое явление для большого количества россиян. Да, абсолютно. Это что-то фоновое. И про войну можно, например, не говорить уже, ну, когда ты встречаешься с друзьями или в кругу семьи. Не только... Вот вначале был такой дух, что не хотелось этим делиться, потому что можно было нарваться на, как бы, на противоположную точку зрения, поссориться и так далее. Ну, поскольку это мешает работе или мешает отношениям в семье, то люди уменьшили, как бы, этот поток. А сейчас, как бы, эта ситуация ушла еще глубже. В предвыборный год он постарался тоже войну с точки зрения пропагандистской просто убрать максимально. То есть, остались только несколько таких, ну, как бы, радикальных каналов, там, как Соловьев и другие, просто для, как бы, для поддержания какой-то вот части. Потому что нужно помнить, что все-таки... И они осознают, что население, оно делится на разные сегменты. И какому-то сегменту обязательно нужно давать эту пищу, иначе просто они будут глубоко разочарованы. В октябрьском измерении мы увидели достаточно заметное, ну, как бы, я бы сказала, даже резкое сокращение ядерной поддержки войны. То есть, у нас есть несколько параметров, по которым мы оцениваем эту группу. Это, собственно, отношение, прямой ответ на прямой вопрос о поддержке военной операции. Вопрос о том, как люди относятся к решению Путина вывести, как отнеслись бы к решению Путина вывести войска, начать мирные переговоры с Украиной. Вот дико интересно. И сколько же отнеслись бы положительно к выводу войск и полному прекращению боевых действий? Вы знаете, у нас очень интересная динамика наблюдается. То есть, на протяжении... Мы, когда начинали свое измерение в конце 22-го года, у нас был такой процент достаточно существенно больше тех, кто были не готовы поддержать. Остановку войны, решение Путина вывести войска не поддерживали больше, чем поддерживали. 47% не поддерживали, и 25% поддержали бы такое решение. В течение года это менялось. И на протяжении... И начиная с прошлого февраля, то есть фактически последний год, у нас вот это соотношение было как бы 40 на 40. То есть, ну, примерно. Там были какие-то колебания. То есть, был некоторый паритет в том, чтобы... В смысле, в поддержке и не поддержке этого решения. А в октябре у нас достаточно резко сократилось число людей, кто готов продолжать войну. До 34%. После октября, я напоминаю, в России участились и углубились по территории военные события. То есть, обстрелы уже вся центральная Россия, на самом деле, как бы так или иначе это испытала. То есть, нефтехранилища, военные заводы, в общем, какая-то гражданская инфраструктура, потому что она рядом. И в январе у нас снова, как бы сказать, произошел такой эффект некоторой сплоченности. То есть, у нас доля людей, кто не поддерживает такое решение, вдруг выросла. Причем выросла на очень, я хочу сказать, на очень короткое время. И такой эффект мы наблюдали в специальных исследованиях в Приграничье, когда долгое время Приграничье по всем параметрам поддерживали войну. И выше, чем по всей остальной России. Потому что война в Приграничье присутствует очень давно, и все вот это происходило там давно. То есть, и обстрелы, и некоторые вылазки, как бы были таких, как называли люди террористические, вылазки на территорию. Гибель гражданских людей совершенно несравнимая, просто по масштабам с тем, что происходило в Украине во все периоды войны. Но, тем не менее, это давало эффект сплоченности. И гипотеза была, что так происходит, пока эти потери не становятся существенными. Как только потери становятся существенными, то ситуация будет меняться. И мы это увидели уже в Приграничье в прошлом году. То есть, начиная с весны, все эти мероприятия уже стали гораздо более интенсивными, уже появились более серьезные жертвы, поддержка войны там стала сокращаться. Вот сейчас, наверное, в масштабах всей России мы получили вот этот эффект первого этапа войны в Приграничье. То есть, на короткое время произошла такая, как в какой-то части, но этого достаточно, чтобы не поддержка, извините, с 34% осенью вдруг поднялась снова до 40%. Это как бы, ну, удивительно, за очень короткий срок. Ну, объяснение здесь может быть только одно. Собственно, начались обстрелы, и какая-то часть людей решила, да, нет. То есть, враг материализовался, вот он как бы уже есть. А не что-то абстрактное в телевизоре, да. Но самое потрясающее, самое интересное, это просто буквально на сегодняшних данных, это, я думаю, что еще долго мы будем рассуждать про феномен Надеждина, в чем он состоял. Его сняли, удалили из этой президентской конки. Да, допущен, но он сделал очень большую работу. Наш рейтинг, который мы измерили в январе, в конце января, у него был 6%. То есть, на самом деле, это очень хороший рейтинг. Вот это прям микроскопический в политическом масштабе период. Да. Интенсивные, как бы сказать, ну, относительно тишины вообще, которая присутствует в России, достаточно интенсивный политический процесс, связанный со сбором подписей, люди это обсуждали, это стало более известным. И самое главное, что происходило, это не сбор подписей, и не какая-то кампания Надежды, а самое главное, это была антивоенная риторика. Потому что в связи с репрессиями, ну, вообще говоря, про это невозможно говорить. А здесь просто целый живой человек про это постоянно говорит, и в достаточно резких красках. Что произошло? Вот цифра поддержки решения Путина о выводе войск была 40, не поддержки 34. Как бы сейчас мы имеем 49%. То есть, на 9% это впервые за весь год, эти 40% были стабильны. Вот она стабилизировалась, эта группа, кто как бы готов заявить о своем желании войны, несмотря на недостигнутые цели. В вопросе звучит, несмотря на недостигнутые цели. Да, да, вот это очень важно, конечно. Да, потому что, то есть, это мягкая форма вопроса о поражении. Конечно. Вопрос оказался очень удачным. А у вас нет, Елена, у вас нет такого абстрактного вопроса, вообще, за мир, за примирение? Вы этот показатель не замеряете? Ну, люди, которые не готовы дальше идти в рассуждениях. Отдать оккупированные территории, не отдать, вывезти, не вывезти войска. Ну, в перемирии с Украиной поддерживают 50-60%. Наши коллеги, там, не знаю, у Левада-центра, например, там, 70%. Там 70, да, у них даже 70%. За этот год мы задавали, может быть, только один или два раза. Почему? Потому что это, знаете, такая, как это, это легкий ответ. Это, я бы сказала, это мир безо всякой цены. Ну, да, это правда. Поэтому он ничего не стоит. Потому что, конечно, мы за все хорошее. И откровенных ястребов, вот таких, кто хочет войны, вот чтобы это было понятно, эта цифра, как бы, очень слабо меняется. Это 12-15%. 12-15% это те, кто хотят войны. Вот этих вот ядерных сторонников войны. Ну, да, 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 да. Вот их немного, и они очень сильно сократились вот за этот год. В прошлом январе их было 22%. Вот к осени они сократились, так сказать, до 12%. Каким образом мы считаем? Те, кто поддерживает войну, те, кто не поддерживает остановку войны, и те, кто поддерживает преимущественное срасходование госбюджета на войну, а не на социальные нужды. То есть еще и готовы даже деньги туда отдавать. Вот комбинация вот этих трех признаков нам давала такое соотношение. То есть 15%, как бы, такая дежурная цифра, что вы просто на что-то ориентируете, это 15%. Все остальные люди, как бы, они инертные, или, как бы, какая-то временная, нестойкая, смутная поддержка чего-то, о чем они даже не знают. Так вот сейчас, как я сказала, вот этот эффект надежды, феномен надежды был в том, что люди... Почему мы получили 49%? То есть это просто феноменальный рост, причем, знаете, за сколько? Буквально за 3-4 недели. Почему мы это получили? Потому что люди увидели, что про это можно говорить, что... И вообще-то, ну, как бы, нормально, хотеть остановки войны. То есть если есть, как бы, кандидат в президенты, кто про это говорит, значит, это нормально. И люди к этому с радостью присоединились. Елена, согласны ли вы с тезисом, что одно дело надежден, и относиться к этому политику можно совершенно по-разному, он действительно интегрирован с администрацией президента, дружит с Кириенко и так далее, и так далее. И вообще не вчера в политике российской, мы все его видели на пропагандистских каналах годами. А есть отдельное явление, если угодно, социологическое, социальное явление, это очередь надеждена, как говорят. Вот те люди, которые не просто знали о том, что этот человек собирает подписи с антивоенной позицией, а встали и пришли эти подписи отдать. Вот давайте больше в прикладном смысле порассуждаем о Надежде, о его результатах, о его рейтингах. Надежде вынесла волна, вообще говоря. Он явился результатом несомненных чаяних людей о мире. Наши исследования показывают, что когда мы спрашиваем про образ победы, и какое личное благо принесет вам победа? Личное благо для вас. Не государственные лозунги, мы там встанем с колен, нас начнут уважать, у нас будет... Нет, больше 50% людей говорят, что вообще никакого блага не принесет. Те, кто сказали, что принесет, 35%, а хорошо, но какое? Победа принесет окончание войны и возвращение к ситуации довоенной. Вернутся те, кто уехали, вернутся с фронта, восстановится экономика, мы начнем восстанавливать свои отношения с Украиной, с нашими родственниками и так далее. Мы не обсуждаем степень наивности этого, но вот образ победы такой. Образ победы – это вернуться, как будто бы войны не было. Даже более интересный вопрос – это вопрос про то, какие вы ожидаете последствия для себя и своей семьи в ситуации вывода войск. Больше половины говорят, что для меня ничего не изменится. Это интересный результат, это просто, в принципе, означает, что люди, во-первых, что они не ожидают каких-то плохих в существенной части личных последствий для себя, а те, кто говорят о том, что да, что-то изменится, мы спрашиваем, хорошо, что изменится. И совершенно феноменально, что люди в менее, может быть, таких позитивных красках, но начинают рассказывать то же самое, как и в случае победы, что если войска выведут, значит, наши-то вернутся, вот наши близкие вернутся, и это означает для нас завершение войны, они рассказывают нам ту же картинку, которую они рассказывали про победу. Это что означает? Это означает, что вообще самое главное и единственное, что сейчас объединяет и что является общим во всем населении России – это, безусловно, желание завершения войны. Если поставить вопрос жёстко, а вот, как бы сказать, вот эти присоединённые территории, вот если выводить людей на уровень каких-то, как бы, уже общенационально-государственных ценностей, ценность новых территорий. Вот сейчас такая ценность, воспитываемая в течение этого всего периода, как важно вернуть территории, расширить территории, то есть, как бы, это присутствует. А вот если вот эту, как бы, шелуху, как бы, много убрать, то оказывается, что, ну, как бы, и территории не нужны, потому что люди в своих ответах зачастую говорят, нам бы со своей территорией справиться. У нас у Саня очень... Особенно те, кто живут в глубинной России, уж точно они понимают. Абсолютно, да. И вы знаете, сказать, вот мы задали вопрос вот в последних наших январских вот этих вот электоральных волнах исследований. Мы говорим, что вы ожидаете в течение вот года, следующего года, имея в виду, естественно, что это будет послевыборный год. Самое главное желание всех людей, электората Путина, электората Надеждина, это чтобы главные усилия нового президента были сосредоточены на решении внутренних проблем. Понимаете? И поэтому мы подошли вот к этому, вот к этой второй годовщине, к этим выборам, мы подошли с полным осознанием, что люди хотят завершения войны, перемирия. Вы говорите, фоновый режим, ушла война, на второй... Это же все объяснимо, нет успехов, не может война и военные победы быть частью предвыборной кампании, поэтому это и уходит на второй план. Если говорить о тех, кто поддерживает окончание войны, с тем, чтобы отдать оккупированные территории, как в России, российский режим называет их новыми или присоединенными, весь мир и Украина, конечно, считают их оккупированными. Левада говорит о том, что 34% тех, кто категорически, тех, кто поддерживает это вместе с возвращением оккупированных территорий, но ведь это же немало на самом деле. Если апеллировать к нашему вопросу, это те, кто готовы признать, ну, как бы, не успех, я не буду говорить слово поражение, оно, наверное, ну, для, если сказать людям поражение, они, конечно, могут среагировать на это достаточно, как бы, негативно, но, как бы, ну, это не успех, это не выполнение изначально поставленных целей. С целями это, как бы, тоже отдельная история, поскольку цели менялись на протяжении, показания менялись. У людей в голове, на самом деле, ну, после такой полной каши, вначале, вначале мотивация была поддержать русскоязычное, защитить русскоязычное население Донбасса, то есть вот этот мотив такой, как бы, он присутствовал, он, на самом деле, до сих пор в открытых вопросах присутствует. Все эти демилитаризации, деноцификации и прочее, они не прижились, потому что люди не очень понимают, что это такое. Что это такое? Да, да, что это такое. Поэтому вот что, как бы сказать, сейчас, если вот, как бы, посмотрите и проанализировать поглубже, то мы видим следующее. Есть, очень большая часть россиян считает, что война была неизбежной. Это ключевой момент. То есть мы задаем, можно ли было ее избежать или нельзя. Неизбежная война. Причем, естественно, чем больше люди, то есть если посмотреть те, кто поддерживает войну, этот процент, как бы, еще выше. Сейчас все свалилось в такое понимание у людей, что Россия воюет не против Украины, а она руками украинцев, то есть Запад руками украинцев воюет с Россией. То есть наш враг оказался гораздо больше, и именно этим объясняется тем, что мы до сих пор эту войну, как бы, не выиграли. И почему важно это? Потому что вот эта неизбежность, она является прекрасной основой для рационализации этой войны. То есть мы, да, да, формально мы выступили, перешли границу, и мы как бы начали это вторжение, но у нас не было другого выхода. Это очень хорошо объясняет. И вот на фокус-группах это прекрасно заметно, когда во-первых, очень активно обсуждают тему неизбежности войны, а во-вторых, любая мысль о том, что этой войны можно было бы избежать, среди тех людей, кто войну поддерживает, она является внутренним конфликтом. То есть получается, что это мы начали. Сразу теряется вот этот оборонительный, защитительный национальный аспект. Такой агрессивный такой, да-да, агрессивный аспект. Вот если нарисовать портрет противника войны по состоянию на двухлетие этой войны, какой этот человек, где он живет, какое у него образование, сколько ему лет? Противник войны – это очень-очень разный человек. И в этом сложность и исследования, и какой-либо консолидации этих людей. Потому что, когда мы говорим противник войны, у нас в глазах подросток, который ночью рисует антивоенные лозунки на стене. То есть у нас сразу ощущение, как бы есть какого-то протеста. На самом деле противников войны… Сейчас мы видим сбалансированную такую численную картину, когда у нас около… Ядро составляет около 20% и ядро поддержки войны, и ядро неподдержки примерно… Ну, в пределах там 25%. И такое же ядро неподдержки. Там очень разные люди. Сейчас мы видим это, когда мы анализируем, потому что мы вообще говоря, все это время не спрашивали никогда про Путина. Всю эту войну не спрашивали про Путина, а сейчас в связи с электоральным… Вот как раз это следующий мой вопрос. Там есть, там есть, там, понимаете, среди противников войны все больше и больше людей, которые поддерживали и пойдут, наверное, даже проголосуют за Путина. В этом как бы есть такой парадокс. Люди могут не поддерживать войну по простой причине, потому что они боятся мобилизации, потому что они видят экономические последствия. То есть вообще говоря, вот, ну, как бы либеральному сознанию вообще должно быть сегодня важно, сколько людей не поддерживают войну. Независимо даже от их каких-то других политических взглядов. Почему это важно? Потому что, ну, вообще самая главная задача нашего времени сейчас – это остановить войну, прекратить войну. Когда я это говорю, я всегда про себя говорю на украинских условиях, да, естественно. Ну да, справедливых, справедливых там и так далее. Не просто остановить войну, да, заморозить. Почему это важно? Потому что если смотреть только в сторону тех, кто не против войны, не то, что не поддерживает, не против войны, кто против системы, кто против Путина, кто готов помогать украинцам и так далее, таких людей, безусловно, мы как бы сужаем как бы некое свое такое пространство. Почему так хорошо пошел Надеждин? По той причине, что он не поддерживает войну, что является широкой базой, и в то же время он не радикален. Если вот это вот просто попробовать от этого абстрагироваться и посмотреть на пользу, которую, вообще говоря, Надеждин уже принес за две недели своей кампании сбора подписей, поэтому его убрали, потому что он слишком большую пользу мог бы принести антивоенному движению. Это как раз ваш ответ на мой вопрос, какой он противник войны. А он разный, как люди, которые были в этой очереди. Он очень разный. В этой очереди были все. И пожилые, и молодые, и те, кто были за Путина. В его электорате есть люди, которые, очевидно, цифры зашкаливают, насколько против они войны, гонки вооружений, то есть насколько они готовы к немедленному примирению, это совершенно понятно. Но у него есть еще одна интересная группа. Это люди, у кого ухудшилось материальное положение за последние два года. Это люди, которые увидели, они просто увидели в какой-то альтернативе человека, который, может быть, они начинают просто ему делегировать даже то, что он, то, чего он и не говорил. И такой же эффект мы наблюдали, кстати, говоря, с Пригожиным. То есть, когда... Достраивают, да? Достраивают. Да, вот это вот, достраивают. Да, конечно. А знаете, почему? Да потому что они просто хоть в черта поверят, хоть в Бога, хоть в Надеждина. Они даже были готовы поверить в том, что Пригожиным, вообще говоря, миротворец. Можете себе это представить? Да, это парадостально. То есть, вот те же люди, которые выступали против войны, просто мы видим как бы по их отношению к войне, когда было это очень мгновенное, как бы такое импульсное событие, мы спросили, как они относятся. Возникла какая-то надежда и даже была, пусть небольшая доля, но люди чувствовали воодушевление. То есть, они вдруг почувствовали, что как бы, что все может поменяться, что вдруг человек, вот как бы появился человек, который готов дойти до Кремля и что-то там поменять. То есть, это совершенно невероятная надежда. И, кстати говоря, еще третье, то есть против войны, за тех, кто как бы пострадал от войны, кто живет сегодня плохо, материально. Я сейчас говорю про мотивации как бы поддержать Надеждина. Вот. И, конечно же, несомненно, совпадающая с первой категорией, это потребность изменений, потребность перемен. Возможность прийти и вообще посмотреть на эти выборы как, ну, хоть на что-то. То есть, даже без особой надежды на конечный результат, но просто хотя бы поиграть в это. И это, конечно, было очень важно. Выборы, хоть и псевдовыборы в России, но это важный замер того, как люди относятся к Путину не просто уже за столько лет, десятилетий, как к конкретному президенту, а как к самому явлению. Ваши коллеги из Левады замеряют его рейтинг с самого начала, 25 лет. И недавно Алексей Левенсон из Левадо-центра говорил о том, что этот показатель колебался очень незначительно на протяжении этих десятилетий. И, как ни парадоксально, падал не тогда, когда, например, происходил Беслан или происходили какие-то трагические события в истории современной России, а падал там по своим абсолютно закономерностям и возрастал во время аннексии Крыма, каких-то ура-патриотических акций Путина. Как меняется его рейтинг и доверие к нему за эти два года? Путин является абсолютной абстракцией, на мой взгляд. Когда мы задаем вопрос про Путина, в короткий период вот этой предвыборной, предвыборного процесса, мы вообще увидели не двух реальных людей, Путина и Надеждына, а мы увидели две абстракции. Одна абстракция Путин, многолетняя, просто такая, знаете, глубоко проросшая абстракция, и новая, тоже абстракция. То есть это не какие-то совсем конкретные люди и кандидаты. Если говорить про Путина, я вам расскажу про то, что ожидает электорат Путина от победы Путина. Они верят в то, что 70% с лишним, что усилия будут сосредоточены на решении внутренних проблем. Они ожидают увеличения расходов на армию. То есть 71% считает, что увеличатся расходы на армию. А всего остального они ожидают очень мало. Например, электорат Путина. 50% электоратов Путина хотел бы, чтобы были сняты санкции, наложенные на Россию. И только 22% верят, что это может произойти. Только 17% электората Путина понимает и готов к новой мобилизации. 17%. Но 32% ожидают, что он это сделает. То есть фактически это негативное ожидание. А все условно хорошее. Восстановление отношений с западными странами, перемирие с Украиной. Высокие титры, около половины этого хотят. И низкие титры, что они этого ожидают. И наше качественное исследование показывает, что выборы абсолютно ритуальное мероприятие. И оно ритуальное не только потому, что выборы предопределены. Все, даже его сторонники говорят, что все, что нужно, нарисуют. Я, может быть, даже на выборы не пойду, потому что все, что нужно, меня там сделают. У людей есть совершенно потеряно ощущение собственной, это такое умное слово, субъектности. То есть внутреннего контроля, что я держу свою жизнь в своих руках. Потому что вот это все является абсолютной данностью. Вот те вдруг резкие изменения относительно каких-то вопросов, которые произошли в эти несколько недель в связи с Надеждином, говорят о том, что вот это как будто бы открыли крышку, как бы такого, сказать, ну, как такого, со сосудой, и оттуда что-то полезло, потому что... А раньше... Почему люди не думали, например, про мир? Ну, потому что думали, что нельзя. Тут появился человек, и оказывается, что он можно. Информированность людей, когда мы говорим об отсутствии эмпатии, как бы вот россияне, они достаточно индифферентно относятся вообще к тому, что происходит с собственными людьми. То есть мы задавали вопрос про отношение к башкирским событиям, задавали вопрос про мобилизованных, про движение жён мобилизованных, родственниц, и вопрос про слышали ли они, считают ли они важным. Прокатилась там целая волна всяких разных катаклизмов, связанных с отоплением, водоснабжением, ну, таких серьёзных по России. Казалось бы, то, что там много-много разных на этот счёт видео было. Так вот, всё вот это, во-первых, жён мобилизованных не показывают, башкирские события не показывают, потому что уровень информированности очень низкий. Причём он очень низкий именно у тех, кто поддерживает войну. Те, кто войну не поддерживают, это использование интернета, это использование VPN, и эти люди, портрет противников войны. Это люди, кто хорошо осведомлён о том, что происходит в России, и они считают эти события важными для себя. То есть мы имеем просто специально формируемый менталитет, когда есть разрозненность людей, и вот обстрелы в Белгороде показывают широко. И поэтому люди об этом знают, и в принципе они как бы этому начали сочувствовать. То есть вот что такое портрет, портрет противника войны, это существенная часть. Это люди социально ответственные. То есть это люди, кто озабочен не только войной, протестом, и негативом к власти и так далее. Это люди, кто сочувствует, вообще говоря, всем событиям, происходящим в России. Это как бы очень важно. Я не буду говорить, что Россия начинает просыпаться. Не буду. Это слишком оптимистично. Но какие-то процессы начали происходить. И спасибо вам, что вы их изучаете, измеряете, делитесь с нами, как сейсмологи, которые делятся наблюдениями о том, когда будет землетрясение и где. Спасибо, Елена. Всегда рада вас видеть. Большой, с большой радостью. Да, и давайте договоримся... Ваша аудитория особенно ценна, и я буду с большим удовольствием сюда участвовать. Спасибо вам огромное. Это был ученый-социолог Елена Конева. Оставьте свои комментарии под этим видео. Подпишитесь на наши аккаунты в социальных сетях и на наш YouTube-канал Freedom. И оставайтесь с нами. На этом я прощаюсь с вами. Берегите друг друга и берегите Украину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok